Вот уже утро, даже какое утро, уже день давно идет, в Казахстане уже, наверное, вечер, когда вы смотрите это видео, а эмоции все не утихают, после концерта Димаша прям какой-то, какой-то, я не знаю, что произошло, но Димаш буквально перевернул не только Алматы, но вообще весь интернет, потому что все сейчас обсуждают его концерт, это настоящая фантастика, друзья, и поэтому предлагаю тоже немного с вами обсудить, поделиться впечатлениями, я вам расскажу, как у меня прошел просмотр, вы можете в комментариях делиться своими впечатлениями, как вы смотрели концерт, что чувствуете сейчас, все эмоции можете направлять в комментарии, я всегда очень рад читать ваши сообщения, также у нас есть WhatsApp номер, на который тоже вы можете отправлять ваши сообщения, также как и кадры, у нас есть чат Диэрс, где тоже по полной идет обсуждение концерта, и я хотел вот немного поделиться своими мыслями, потому что вчера я, как вы знаете, наверное, что я не смог сам присутствовать на концерте лично, поэтому следила по материалам, которые мне присылали наши супер-корреспонденты, Ксюша, Хамзия, и в процессе концерта тоже очень многие начали присылать нам на наш WhatsApp номер свои сообщения, поэтому мне удалось посмотреть концерт с разных точек, потом некоторые известные личности тоже публиковали у себя фрагменты концерта Димаша, например, вот есть такой невероятный, великолепный вокалист, бывший участник группы Mozart Csaken, его зовут, и я вот его даже кадры поставил, мне очень понравилось, как была вот Аура, там даже можно было увидеть слезы, в общем, очень понравились его кадры, я их даже использовал в нашем видеоролике, который уже сегодня вышел на Алга Петербург, с лучшими моментами из концерта, в общем, приятно было еще посмотреть, как Csaken подпевал, подпевал песням Димаша, в общем, такая вот солидарность профессиональная, очень приятно было за этим посмотреть, не везде, не в каждой стране можно увидеть, что один артист вот так вот поддерживает другого, обычно там какая-то конкуренция, а здесь мы видим так же, как и в боксе, вот Женебек Алимхануле, он поддерживает Геннадия Геннадьевича Ловкина, и вот, ну, и наоборот, и также вот Сакен Майгазиев, он поддерживает Димаша Кудайбергена, очень за этим круто было наблюдать, тоже я проникся эмоциями, к сожалению, вот не было возможности насладиться качеством, потому что не было достаточно качественной прямой трансляции, были несколько прямых трансляций, которые обрывались, одна прямая трансляция, она вышла в Инстаграме, но, к сожалению, это не такое качество, которое дает возможность насладиться концертом, то есть я больше нервничал, чем смотрел концерт, поэтому я ждал, пока какие-то материалы уже пришлют отснятые на телефон, не в прямом эфире, так сказать, а вот уже, ну, то есть по мере поступления, и все равно я вот смог немного этой атмосферы прочувствовать, мы с вами много обсуждали то, что вот лучше, конечно, побывать на концерте вживую, но если нет такой возможности, ну, просто невозможно терпеть и ждать, пока появится в хорошем качестве, даже в плохом качестве, тебе хочется послушать хоть какой-то кусочек, хоть как-то посмотреть, что было на концерте, а посмотреть было действительно на что, как мы и вот говорили ранее, до начала концерта, концерт оправдал полностью все наши ожидания, даже, я думаю, что предвосхитил ожидания многих, кто приехал на концерт, потому что концерт продолжался три часа, больше трех часов, почти четыре часа, три, 3.45, 3.50, что невероятно, и вы представляете, почти четыре часа вести концерт, это какого масштаба должна была быть подготовка, какая-то тяжелая нагрузка не только на Димаша, но и на всех, кто занимался вот этим концертом, там же огромное количество людей было задействовано, и также и гости были, выступали, еще были музыканты и артисты, которые выступали перед Димашем, в общем, действительно фантастическое мероприятие, вот я говорил, что это главное, наверное, событие музыкальное и культурное Казахстана этой осени, но я ошибался, потому что это главное культурное мероприятие, главное культурное событие не только Казахстана и не только осени, я думаю, что можно сейчас уже смело сказать, что это главный концерт, главная сенсация, настоящая фантастическая, настоящая фантастика, что-то за пределами вообще всего, что происходило на нашей планете в течение, я имею в виду в плане культуры, в течение этого года, что-то невероятное, и Димаш просто невероятной форме, новые песни, его тоже пока что только фрагментами удалось послушать, но каждая из них, это настоящая заявка на мировой хит, я уже не говорю про новые песни, которая была длительностью 9 минут, сегодня, кстати, должна быть презентация клипа, даже не клипа, а настоящего фильма 12-минутного, так что, друзья, то, что мы вчера вот стали свидетелями настоящей фантастики, это факт, и я уверен, что вот если будет действительно, мы знаем, как мы знаем, там находилась телекомпания Казахстана, и они вели съемки, была информация о том, что должна быть телевизионная трансляция, но ее почему-то не состоялось, но такое бывает, может какая-то накладка со звуком, может быть, ну, может быть, это действительно и непроверенная информация была о том, что действительно должен состояться концерт, и в прямом эфире его будут показывать на телеканале Казахстан, но я надеюсь, что телеканал Казахстан был там не просто так, и велась профессиональная съемка концерта с хорошим звуком, с хорошей картинкой, и мы уже в ближайшее время, я надеюсь, что все это сможем увидеть в хорошем качестве, уже можно будет надеть наушники, можно будет на 4 часа выключить телефон, спрятаться от всего мира и по-настоящему окунуться в настоящий культурный прорыв, друзья. И вот я сейчас получаю разные сообщения, получаю много кадров, все делятся своими впечатлениями, и вот те, кто были на концерте, у большинства из них случился настоящий культурный переворот внутри, они все под впечатлением, до сих пор вот я общаюсь сейчас и с Хамзей, и с Ксюшей, они до сих пор не могут прийти в себя, до сих пор вот эти эмоции их догоняют, и я думаю, что так будет с каждым. И, кстати, была информация у нас, что будет 20 тысяч человек, 20 тысяч билетов, а оказалось, что 35 тысяч человек, 31 песня, вот немного цифр, 68 стран, 9-минутный новый хит. И, конечно, еще, и, конечно, еще я должен сказать, что вот песня, наконец-то, прозвучала на испанском языке. Песня на испанском языке, это вообще что-то невероятное. Вот эти вот три огромных экрана размером, вот, 7-этажные дома, там был 7-этажный, я думаю, что там, наверное, как минимум 9-этажный дом и 2 7-этажных. И вот этот вот перформанс, который был, выглядит даже вот, судя по кадрам, это просто что-то невероятное. Я не знаю, как это было вживую, но я думаю, что это... Это просто даже, я не знаю, как можно подобрать слова. Я очень много смотрю по... ну, в связи с моей вот такой работой, я должен разбираться во всяких культурных особенностях, в том числе разных артистов. И я очень много смотрю вот таких вот лучших концертов в мире, там, и старые концерты, и новые. Слежу за тем, что вот происходит в мире культуры для того, чтобы понимать в этом, хоть чуть-чуть разбираться. Я, конечно, не профессионал, не эксперт, но стараюсь вот свои знания так подтягивать. И я могу сказать, что я ничего подобного никогда не видел. Вот есть действительно какие-то выступления, какие-то концерты, которые входят в историю мировой музыки, которые действительно можно считать золотым фондом культуры человечества. И концерт Димаша в Алматы, я сто процентов уверен, он должен войти в десятку вот этого золотого фонда, в десятку самых лучших концертов за всю историю вообще человечества. И, конечно, вот хочется, чтобы у тех людей, которых, например, как я, которых не получилось посетить по разным причинам этот концерт посмотреть вживую, хочется, чтобы у этих людей была возможность этот концерт увидеть уже в записи качественно. Не знаю, пускай на него тоже так же будут продаваться билеты, или, может быть, просто будет на телевидении, или, может быть, даже на ютубе, хотя бы фрагментами, хотя бы по одной песне это все опубликовано. Но хочется, конечно, дождаться и послушать в хорошем качестве. Хотя вот я сейчас все равно не могу остановиться, я захожу в наш чат Дерс и снова пересматриваю, пересматриваю все фрагменты, которые туда Дерс загружают, которые делятся своими картинками. Все, что мне присылают в наш Инстаграм, в наш Ватсап, в наш Телеграм, я все это пересматриваю. Песни с разных ракурсов и там разные съемки, разное качество звука, и это все звучит по-разному. Но в любом случае, друзья, надо сказать, что вчера мы стали свидетелями невероятного события. Это настоящая фантастика, это концерт, это событие мирового уровня. Даже мне кажется, что действительно входят в десятку самых лучших концертов в истории мировой музыки. Вот такие вот у меня впечатления, друзья, пишите, как вам. Сегодня тоже, кстати, будет еще интересное событие, тоже будем за ним следить. И у меня на этом все. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok